Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел. Это четвертая книга в пятикнижии Моисея между книгой Левит и книгой Второзакония. И первая тема 27 главы – дочери Салпаада приходят за своим наделом. Закон о наследовании Господь назначает Иисуса Навина преемником Моисея. И мы читаем с первого стиха и ниже. И пришли дочери Салпаада, сына Хеверова, сына Галадова, сына Махирова, сына Монасина из поколения Монасии, сына Иосифа. И вот имена дочерей его – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея, и пред Елиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа с киней собрания, и сказали, «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собиравшихся против Господа со скопищем Кореевых». Это когда было восстание Кореи, Дафана и Аверона, и они живьем провалились под землю. «Но за свой грех умер, и сыновей у него не было». То есть каждый человек умирает, потому что он грешен. Поэтому они так говорят. «Но за свой грех умер, и сыновей у него не было». В еврейском народе есть такая история, что был один праведник, за которым очень внимательно наблюдали, потому что людям не верилось, что он во всем поступает правильно. И те, которые наблюдали за ним, они убедились в том, что он ничего не нарушает. И вдруг он заболел и умер. И все стали думать, собрали Синедрион, еврейский суд, Сангидрин, почему умер такой цадик, такой праведник. И приняли решение. Умер из-за змея, то есть из-за первородного греха. Когда змей совратил Адама Еву, и смерть пришла в этот мир. И вот приходят его дочери и говорят, что он умер, и сыновей у него не было. «Зачто исчезать имени отца нашего из племени его? Потому что нет у него сына, дай нам удел среди братьев отца нашего». Они хотят сохранить имя своего отца, а сохранить имя может кто сын. А тут не было сыновей. Здесь только дочери. Это была дилемма. И представил Моисей дело и Господу. То есть Моисей заботился и о многочисленном колене, и о малочисленном колене, несмотря на славность колена. И вот об этом семействе, где только одни девицы. «И представил Моисей дело и Господу, и сказал Господь Моисею, правду, говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их, и сынам Израилевым объяви и скажи, «Если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел по братьям его». То есть, чтобы ни одна фамилия не пропала. Фамилия по-еврейски «шем мишпаха» означает «имя семьи». И вот Моисей, чтобы сохранить имя семьи вот этих девушек, он обращается к Богу и получает ответ. «Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому, его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его, и да будет это для сынов Израилевых поставлено в закон, как повелел Господь Моисею». То есть, сохранить каждый род, каждое колено и каждую фамилию. «Шем мишпаха» – то есть каждое имя. «Шем». Далее говорится о том, как Господь назначает Иисуса на вина преемника Моисея. «И сказал Господь Моисею, «Взойди на сию гору Аварим, который по эту сторону Иордана, на сию гору Ново, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым во владение, и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Арон, брат твой, на горе Ор». То есть Арон умер на горе Ор. А теперь Моисей восходит на другую гору, чтобы умереть. «Потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость Мою при водах. Это воды Меривы, горькие воды Меривы, это воды непослушания оказались, при Кадесе в пустыне Син. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека». Почему Моисей так говорит? «Господь Бог духов всякой плоти», то есть Господь знает душу каждого человека, потому что внешний человек может выглядеть очень хорошо, респектабельно или отталкивающе, но Бог видит душу каждого человека. Поэтому Моисей так и говорит. «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который бы входил бы пред ними, выходил из Скинии, входил бы в Скинию, который вводил бы их, то есть и военные действия, и переходы, и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господня, как овцы, у которых нет пастыря. «И сказал Господь Моисею». Бог отвечает на эту молитву, на это пожелание. «Возьми себе Иисуса, сына, на вина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». И вот здесь возникает вопрос. А зачем возлагать руку на того, в ком уже есть дух? Дух в нем был, дух Божий. Но поставлять его на положение вождей народа надо особым образом. Человек может быть духовным, но не рукоположным, скажем так. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, то есть уже есть, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их». То есть пусть все слышат, видят, и в присутствии первосвященника. А Елеазар, он выполнял обязанности первосвященника еще при жизни своего отца, который как бы устранился. «И дай ему от славы твоей», то есть он имеет духа, «но ты, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». И будет он обращаться к Елеазару, священнику, то есть после того, как Моисей умрет. Иисус Навин – это оси Навин, который от юности был при Моисее, и он привык вопрошать у Моисея. А теперь, после смерти Моисея, он будет вопрошать у первосвященника. Вот в русской истории был идеальный момент, когда царь был сын патриарха, а патриарх был отцом царя. Это при первом романове Михаила Федоровича. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. Урим и Тумим – это камни, которые на груди у первосвященника были, близко к Нарамнику, где были имена всех колен. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить. и все сыны Израилевы с ним и все общество. То есть после этого посвящения все должны будут слушаться Иисуса, сына Новина. И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог. И взял Иисуса и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, чтобы это делалось не втайне, как раскольники кого-то тайно рукополагают, объявляют и митрополитами ставят, и патриархами, непонятно, как еще. Это все делается открыто. Это в Церкви Божией. Это Бетхозаветная Церковь. И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои. То есть происходит то, что мы называем рукоположение. Оно существует с древних времен. Так пророки инициировали своих учеников в пророческих школах. Так поступает Моисей. И возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. То есть Моисей говорит не то, что он, может быть, хотел бы сказать, но он продолжает оставаться пророком Бога и говорит только то, что Господь поручил ему сказать. Как и сказано в Писании, говорит и кто, говори, как Слово Божие. Итак, сегодня мы окончили изучение 27-й главы книги «Чисел». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем изучать 28-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя. Спаси Господь! ПО ТОБРЯТЕ» ПО ТОБРЯТЕЛЬНЕМИ В ОТСИ, ПО ТОБРЯТЕЛЬНЕМИ